И буквально два хадиса. Это один из моих любимых. Когда-то, я думаю, уже много времени прошло, как я последний раз его цитировал. Но он прямо-таки прекрасен, этот хадис. Безусловно, тысячи, десятки тысяч хадисов. И они, конечно же, очень многим нас наполняют, обогащают, открывают перед нами новые перспективы. Весь вопрос в том, что изначально мы хотим сидеть на диване перед телевизором и оправдывать свое безделье в свои 40, 50, 60 или 70 лет. Либо мы на самом деле хотим что-то сделать хорошее, пока не умерли, пока наша жизнь не закончилась. Хотим что-то сделать хорошее, чтобы найти силы в себе энергию, желание читать хадисы – это просто одно удовольствие. Чтобы найти в себе силы, желание рано вставать, больше делать, больше успевать, больше помогать и не лениться. Пророк Мухаммад сказал – человек, у тебя есть то, чего тебе достаточно. Ты же стремишься к тому, что развратит себя. Безусловно, каждый здесь услышит что-то свое. Но, как я сказал, можно стремиться к богатству, к материальному достатку, хорошему здоровью. Для того, чтобы в жизни больше хороших дел сделать, большему количеству людей помочь, большее количество семян посеять в этой жизни, дабы получить плоды в вечности. Ну, а другой будет стремиться к достатку и здоровью, которое, наоборот, извратит его, развратит его. Человек. Малое – тебе всегда будет его недостаточно, много – ты просто ненасытен. То есть, нет вопроса в том, что незачем – мало и много абсолютно не важно. Главное, как ты это используешь. Как про того парня я сказал, у него даже одного доллара не было в кармане. Он отправился на заработки, в итоге работал, кем только не работал, но он говорит – всегда, когда я в какой-то компании работал, начиная с уборщика, в итоге я становился одним из руководителей этой компании, этой фирмы буквально за несколько лет. Почему? Потому что даже начиная с мелочей, он это делал с удовольствием и наилучшим образом, а потому ему можно было доверить больше. На сегодняшний день доверять очень мало таких людей. Огромное количество мужчин и женщин – интернет, социальные сети, всякие там одноклассники ВКонтакте и так далее, телевизор, радио, болтовня, тусовки. Огромное количество людей, которые просто на глазах глупеют и только с огромным трудом стараются держаться за свои кресла, которые с трудом получили и очень маленький процент. Я надеюсь, этот процент в большинстве своем именно мусульмане, потому что именно ислам учит жизни без вредных привычек. Вот этот маленький процент, иншалла, именно в большинстве своем мусульмане, которые не проводят время за всякой ерундой. В барах, в пабах, в ресторанах, перед телевизором, перед монитором. Они просто-напросто наилучшим образом выполняют свою даже самую простую работу и это те люди, которым можно сегодня доверить 1 рубль, завтра 1 миллион, послезавтра 1 триллион. А через какое-то время можно доверить самые высокие, самые важные положения в обществе, потому что эти люди не подведут. Они когда были дворниками, выполняли наилучшим образом свою работу, когда стали миллионерами, правильно распоряжали своим имуществом и когда станут министрами. От них можно ожидать только самого лучшего и ответственного подхода к возможностям власти. Шаг за шаг верующий человек строит свою жизнь, чтобы получать Божественное благословение и в земной обители, и в вечной. Но таких очень мало, соблазнов очень много и таких очень мало. Вы наверняка даже сталкивались с теми мужчинами, мужиками или как еще их назвать, которые, вроде кто-то ему сказал, что можно иметь старую жену, потом пообщайтесь с ними. Сколько у них головной боли из-за этого. Они могли бы очень много в жизни сделать, но они метаются между одной женой и другой, одной покупают в зависимости от достатка, это нужно, это. Женщины, я сам общался, когда с такими людьми пересекался, они говорят, жены эти две или три, они между собой соревнуются, как бы выдайте своего мужа как можно больше. Тут такое, тут такое, а мне купи вот это, этот мужик уже для своего общества почти ничего не значит. Он просто бегает между двумя женщинами, старается им угодить. Старается соответствовать хадису, где говорится будь справедлив. Он справедлив между ними и весь этот смысл его жизни в этом. И вот здесь дается формулировка сильнейшая формулировка заключительного Божьего посланника. И эта формулировка дает глубочайшее спокойствие, умиротворенность, особенно для тех людей, кто знает, для чего он живет, зачем он живет, куда он стремится и что он в этой жизни на самом деле должен сделать многое, чтобы оставить это наследие после себя. У тебя все в порядке с твоим телом, ты здоров, у тебя на сердце спокойно, у тебя есть хотя бы на один день пропитания, то можешь ничего не бояться.